Всем привет! Меня зовут Дмитрий Валов. Я работаю в компании Инотех, как уже говорили, автоматизатором. Общий стаж автоматизатором 8 лет. Вообще в IT уже около 20 лет. У меня роль менялась. Уходил из автоматизации в разработку, в менеджмент опять в разработку. Опять автоматизацию немножко так покидала. И в настоящий момент опять автоматизирую. Сегодня поговорим о том, какие вопросы могут задавать нам менеджеры, как на них отвечать и как нам в этом помогут метрики. Есть ли среди, поднимите руку, те, кто работает инженером по автоматизации, именно пишет код там в зале. А есть те, кто просто тестирует менеджеры. В основном этот доклад все-таки для автоматизаторов и тестировщиков. Возможно, он подойдет и менеджерам, но это не точно. Какие могут быть? Наверное, все из нас сталкивались в тот или иной момент или, возможно, когда-то столкнутся, когда менеджер задает какой-то неожиданный, а иногда и не очень удобный вопрос, на который нужно ответить. Наверное, надеюсь, все любят отвечать на неудобные вопросы. Какие могут быть вопросы со стороны менеджеров? Это, например, почему автотесты падают, почему ручники не хотят запускать автотесты или почему не хотят смотреть результаты таких прогонов. Есть ли кто-то? Кто-то получал такие вопросы? Я задаю какие. Задаешь? Понятно. Вот. Вопрос. Как на них отвечать? Вообще, почему могут менеджеры спрашивать? Причин может быть несколько. Основные, допустим, это когда недостаточная прозрачность работы, именно команды автоматизации, когда вроде видно, что они делают, пишут тесты, а с какой скоростью, как это запускается, как это влияет в общем на процесс, как это прогнозировать, неизвестно. Также это может быть низкая вовлеченность автотестеров в проект. И тут это больше, когда... Часто видел, когда инженеры по автоматизации работают немножко в вакууме, мало взаимодействуют с остальной командой, и не все понимают, в какой момент и что можно у автоматизаторов спросить. Ну, то есть, допустим, как ручной тестировщик может взаимодействовать с автоматизатором, чтобы получить помощь в тот или иной момент, чтобы сократить свою работу или как-то ускорить ее. Также это могут быть политические какие-то причины, например, когда, не знаю, меняется команда аутсорсинга или еще что-то, и там начинают задавать вопросы просто для того, чтобы поменять команду и как-то вас выкинуть из процесса. Для первых двух моментов основным инструментом для решения данной проблемы это может быть написание четкой стратегии тестирования, где для того, чтобы увеличить прозрачность работы, нужно больше работать с метриками, собирать их, анализировать и доносить до менеджмента. А при низкой вовлеченности это перестраивать процесс таким образом, чтобы какие-то вехи проекта были завязаны именно на команду автоматизации, чтобы происходило принудительное взаимодействие тех же ручных тестировщиков с автоматизаторами. Если же причины политические, тут можно сказать только пресс F2P и респект, больше мы не будем затрагиваться политической причиной. Чтобы определить, как действовать и почему эти вопросы, нужно определить тип процессов в вашей команде. Я разделил это условно на две крайности. Слева у нас это бардак управляемый, это больше похоже на Scrum, Agile и все, что у нас связано с этим справа, перенос случился, это Shiza, это Waterfall, это CMMI Level 5 и тому подобное. Это много документации, все жестко регламентировано, прогнозируемо, но медленно часто и неповоротливо. Основные метрики, особенности проектов. Если у вас в команде высокая вовлеченность, скорость разработки большая, постоянно идут диплои, выкатываются функциональность, высокие коммуникации, процесс гибский, то скорее всего вы ближе к бардаку. Если же у вас понятно, кто чем занимается, ставится во главу угла качества, очень много документации, все предсказуемо, то вы находитесь в области Shiza. Где-то между ними находится такая долина розовых единорогов, где хотелось бы всем быть, где все идеально и находится некий баланс между коммуникациями, документацией и всем прочим. И если вы понимаете, что вы находитесь где-то ближе к бардаку, то вам нужно работать над качеством ваших процессов. Если же вы ближе к Shiza, то нужно работать над количеством. Это учитывать метрики, собирать их, показывать и так далее. Сейчас мы коротенько пробежимся по тем, по тому, какие вопросы могут задаваться менеджерами. Примеры из моей личной практики. И потом уже перейдем к решению. Например, если менеджер спрашивает у вас, сколько работы было сделано за определенный период времени, какой ответ он хочет услышать. Тут ответ конкретно, абсолютное количество автотестов. 69 автотестов было разработано за период. Скорее всего, это вопрос для затравки, менеджера он не устроит. И дальше придется еще долго-долго идти по ряду вопросов, чтобы понять, что конкретно от вас хотят. Также есть вопрос, сколько будет работы сделано к определенной дате. Тут ответ также, абсолютное количество тест-кейсов, где мы можем это посчитать, как, допустим, некая наша скорость за итерацию, за спринт, например, до определенной даты, там, энное количество спринтов. И заложить некоторые риски на всю эту работу. В моем понимании, там, средние риски, это около 15%. Если тест-кейсы какие-то более простые и понятный функционал, это, там, может быть, 10%, там, максимум, ну, допустим, более сложный, там, 20%. Менеджер тоже понимает и может посчитать. Там, больше не рекомендую закладывать. Какая скорость разработки автотестов? Тут также абсолютное количество тест-кейсов. Это, сколько тест-кейсов мы сделали, автоматизировали за определенный спринт. Менеджер может спрашивать это, потому что, возможно, у вас там просела какая-то скорость разработки или просто он хочет вас перепроверить, посчитать сам, сколько было работы сделано или там что-то посчитать, какие-то бюджеты на будущие спринты. И здесь мы говорим также, ну, абсолютное число за итерацию. Вопрос, почему так мало? Тут, может быть, две ситуации. Вы уже собираете какие-то метрики, да, и, допустим, там у вас было определенное число и менеджер видит, что там последние итерации у вас какая-то просадка. Тут, если вы знаете этот результат, вы можете там, допустим, много зима, да, все болеют, там лето, пора отпусков, команде не хватает ресурсов, у нас был большой рефакторинг, новый функционал, мы перерабатывали что-то. Если не знаете, нужно честно ответить, что там я не знаю почему. Если до этого вы не отчитывались ни перед каким менеджером, ничего, и вас ни с того, ни с сего спрашивают, почему вы так плохо работаете, то, скорее всего, это уже к тем политическим причинам относится. Теперь мы уже от количественных метрик переходим к качественным, и вопрос, как много автотестов у нас падает. Здесь мы отвечаем в процентах прохождения автотестов, где этот процент вычисляется как число прошедших автотестов плюс число автотестов упавших по причине каких-то там найденных проблем, багов, потому что считают, что автотест в данном случае работает к общему числу автотестов. И, допустим, у нас в команде эта цифра, скажем, прохождение пасрейт, по-другому называется еще, может зависеть именно от какой-то специфики работы вашей команды. Допустим, если там есть больше UI каких-то нестабильных end-to-end тестов и так далее, то цифра там может быть меньше. У нас примерно API и UI тесты 50 на 50, и пасрейт такой приемлемый для команды считается 85%. Если ниже, то уже какие-то либо нужно смотреть, что у нас со стендами, с девопсами взаимодействовать и так далее. А все ли автотесты мы запускаем? Идеальный ответ здесь, конечно, да. И менеджер хочет посмотреть нашу автоутилизацию, которая в идеале должна быть 100%, и здесь он хочет понять, есть ли у нас какие-то группы тестов, которые были написаны либо для какой-то определенной ситуации, либо для какой-то, не знаю, переработки или чего-то, после чего мы там пару раз эти тесты запустили, и они у нас где-то лежат мертвым грузом и не используются. Как часто мы запускаем автотесты? Запуск автотестов, ну там у нас в проекте в частности происходит каждый день, выходные нет смысла запускать, но вообще запускать каждый день никаких дополнительных ресурсов, кроме технических, это не требует. И тут мы должны отвечать количеству прогонов за определенный период. Следующий вопрос уже относится к тому, как часто мы смотрим результаты того, что мы запускаем, допустим, мы запускаем каждый день, но полный разбор, скажем так, всех этих тестов имеет смысл делать там раз в определенное время. Да, то есть у нас в команде это два раза в спринт, ну то есть раз в неделю, когда какие-то определенные изменения были выкачаны или еще что-то, но тем не менее мы запускаем каждый день и те результаты, которые мы не разбираем детально, мы можем посмотреть по тем результатам, то есть какой-то краткий обзор и узнать там, есть ли у нас какие-то проблемы с перформансом или там, не знаю, что, какая стабильность наших стендов в настоящий момент. Как-то так. Следующий вопрос, самый жесткий такой, какое у нас покрытие автотестами? Если мы ничего не мерили, ничего не знаем, то тут нужно прям честно ответить, что я не знаю пока. И тут, соответственно, если мы никогда этим не занимались, да, мы не знаем, какое у нас покрытие сейчас, то тут предстоит очень долгая, кропотливая работа над тем, как построить, именно прописать стратегию тестирования, либо как-то, она у нас уже есть, но автоматизация не была там четко прописана в этой стратегии и так далее. Ну и вопрос может быть, какое покрытие будет к концу года? Вот тут, если мы не занимались, то ответ точно не знаю, потому что если мы не знаем, где мы находимся сейчас, вряд ли мы сможем достоверно сказать, где мы будем через какое-то время. Вот, что же такое покрытие автотестами? Для начала... Ох, а там не влезло что-то. Что такое стратегия тестирования? Кто-то в проекте, в команде занимается, пишет стратегии тестирования, прям включающие автоматизацию, да? Вот, в стратегии тестирования мы обычно прописываем, что мы хотим тестировать, когда и как, то есть, что это, какой объем у нас тестирования, когда мы входим в тестирование, выходим из него, какие мы хотим этапы. Обозначить, также туда входят виды тестирования, это какое-то смолк тестирование, регрессионное тестирование, какие-то нефункциональные тесты, возможно, нагрузка и так далее. И способы, которые мы их тестируем, на основе всего этого уже строится стратегия тестирования. И для нас, как для автоматизаторов, в этой стратегии важными моментами является то, что мы реально будем покрывать именно автотестами. Как это все выглядит в идеальном мире? Вот у нас есть общий объем тестирования, какие-то нефункциональные тесты, смолк, регресс, низкоприоритетные тесты. И что от нас хочет менеджер, чтобы автотесты вот это все покрывали? Возможно ли такое в реальном мире? Я думаю, что нет. Как это в реальности выглядит? То есть автотесты это такая некая абстрактная амеба, где там у нас может быть несколько менеджеров, одни тянут в одну сторону. Нужно вот вот этот функционал нам покрыть. Другие говорят, что вот нам не функционал, нужно нам вот тут скриншоты сравнивать и без сикула, а вот придумывайте нам что-нибудь, чтобы вот это покрыть и так далее. Какой-то legacy код низкоприоритетные тесты пишутся. И вот это все раздрай. Это неправильный подход. И тут как раз стратегии тестирования мы должны формализовать и выделить то, что в первую очередь у нас будет покрываться автотестами. Это какие-то ну по приоритету должны мы распределить и начать с каких-то самых основных, простых, понятных, легко автоматизируемых, часто рутинных дел. и начать с них дальше там тесты низкого приоритета, нефункциональные тесты. У нас скорее всего может быть туда руки уже и не дойдут, как часто это бывает. И тут понятно, что работает хорошо правило Парета известное, что 20% усилий дает 80% результата. Это вот как раз то, что мы начинаем с каких-то самых простых историй и движемся в сторону усложнения. Здесь я накидал, если у вас нет стратегии тестирования, вы хотите ее прописать, да, некий ряд вопросов, ответив на которые вы уже по сути будете иметь какое-то представление о том, как у вас будет строиться стратегия именно автоматизации на проекте. И вот, когда уже мы определились со стратегией, с метриками и всем подобным, вот пример двух, скажем так, метрик, это синенький график, это число тест-кейсов, которые мы написали уже именно и готовы отдать их под автоматизацию. То есть, это не все тест-кейсы в системе, это вот именно те тесты, которые мы будем автоматизировать в идеале. Дима, давайте к стратегиям еще вернемся, потому что ты разговариваешь с нами, как будто мы все про это все уже знаем. Будет ответ дальше, пока это просто вот как некий такой набор для кристаллизации именно ваши это. Если мы хотим построить стратегию, да, то есть мы должны знать, ну, то есть определить, вот как я раньше говорил, тот скоп тестов, с которых мы начнем автоматизацию. Это наиболее приоритетные тесты и, соответственно, определим то, что мы вообще в перспективе, может быть, не будем автоматизировать для того, чтобы получить, задача наша автоматизаторов экономить деньги проекта. Менеджеры что хотят? Вообще, в идеале, ну, вот как картинка была, все покрыть автотестами, ручников выгнать и у нас все само крутится и так далее. В реальном проекте, особенно, если это проект на ранней стадии разработки, когда у нас постоянно все меняется, то тут либо должен автоматизатор тогда заниматься ручным тестированием, что получается еще по факту дороже. Поэтому тут вот как раз эти вопросы помогут. Презентация же будет сохранена, что если это просто на них нужно честно ответить, собраться командой и вот уже некие зачатки стратегии тестирования под автоматизацию. Я сейчас как раз все разберу, Елена. Вот, мы, допустим, собрали, определились со стратегией и построили графики, это выдуманные графики, но в реальности такое реально вполне может быть, где на одном графике показаны ручные тесты, которые мы планируем автоматизировать, а на другом это уже автоматизированные тесты, которые у нас уже работают в проекте. Там есть ситуация один, допустим, где у нас резкий прирост автотестов, что там случилось. Где-то возможный как в ручных тест-кейсах, так и в автоматизированных просадке, вот точка 2 или 3, потом, ой, 2, причем, где красные глазики, это уже прям полный залет, там, ну, менеджер с вас может шкуру спустить, почему такое произошло, резко убавилось, да, там, тест-кейсов, потом резко прибавилось, что произошло, непонятно, там, в точке 4 у нас идет замедление, мы за там итерацию ничего не сделали, да, выглядит как, или опять вот просадка потом идет. Для того, чтобы ответить на эти вопросы, мы строим график именно покрытия автотестами в процентах, по сути, это отношение у нас автоматизированных тестов к тому, что мы хотим автоматизировать. здесь вот уже у нас видно, что изначально проект мы, допустим, стартанули, было много каких-то однотипных тестов взяли, да, в работу, быстро у нас процесс пошел, так далее, мы нарастили вот там на 14% с лишним покрытия, потом поработали, а потом бах, у нас идет падение и в точке 2, что произошло, возможно, ну там, был большой рефакторинг системы, часть тестов, либо это мы и легоси какой-то пилили, да, на микросервисы, либо еще какие-то глобальные переделки, много тест-кейсов именно выкинули, часть из них были автоматизированы, мы, чтобы действовать по своей стратегии, должны их тоже убрать из общего числа, соответственно, вот у нас просадка, потом в точке 3 мы из оставшихся тест-кейсов, которые у нас остались, пытались их как-то стабилизировать, у нас же большой рефакторинг был, перерабатывали и работали на пассрейт, увеличивали процент прохождения наших тест-кейсов, дальше там в какой-то точке 4 или 5 возможно у нас был либо объемный какой-то спринт, мы много адаптировали чего-то, возможно какие-то отпуска и так далее, вот глядя уже на покрытие автотестами в процентах, мы можем разговаривать с менеджером, давая ему какие-то объяснения нашей работы и так далее, у нас уже есть цифры и то, что мы можем обсуждать, но как известно, вот уже я говорил, что покрытие автотестами зависит не только от нас как автоматизаторов, а от того, как меняется наша стратегия тестирования, допустим, там вот выкидываются тест-кейсы и так далее, и подписываться на какое-то покрытие автотестами к определенному сроку это плохая идея, скорее всего с большой вероятностью вы можете не достигнуть этой цели, реальным же хорошим показателем для коммитментов каких-то это именно инкремент абсолютного количества автотестов будет. Вот, если кто-то не занимался ни стратегией, ни сбором именно метрик, да, каких-то, вот стартер пак метрик, которые помогут, если начать их собирать и если будут какие-то вопросы от менеджеров, если у вас есть статистика за какой-то период, ну там, не знаю, 4, 5, 6 спринтов уже, вы можете уже как-то обоснованно говорить с менеджером, отвечать его вопросы и так далее. Если вы заметите, здесь вот именно все относится только к автоматизации, там, потому что, допустим, встречал в проектах других такие метрики, как, ну, то есть, автотесты, ой, баги, которые найдены с помощью автотестов, да, или в одном проекте у нас было, не знаю, реально смотрели сколько автотестер сделал коммитов и строчек и тому подобное, такая уже программистская метрика. Здесь я включил только основные важные именно для автотестеров, это то, что поможет вам начать дальше, там, уже в зависимости от специфики вашей команды, от проекта, вы можете какие-то метрики добавлять, расширять это, адаптировать под себя и будет вам счастье. И самая основная задача вот тут, что не писать и не добавлять эти метрики только для того, чтобы собирать их метрики, это или разрабатывать что-то только, ну, ради самого этого, то есть ваша задача именно как-то искусно балансировать между бардаком и шизой и тогда в проекте все будет хорошо, вопросы будут отвечаться, менеджер будет доволен. Спасибо большое. Да, и мне зовут Евгения, я компания Позитив. Хотел сказать спасибо большое за доклад, вообще отлично, прям на одном дыхании смотрел и понравилась презентация, очень классная. Хотел сказать по поводу Елены Роба, что главная стратегия же наверно какими ресурсами будем достигать поставленной цели. То есть вы здесь не проговорили да, то есть у нас один автоматизатор или 20 автоматизаторов, как вы ложится ли ваш план на годовой как бы релиз план на родмап и вот по этому поводу наверное эту штуку надо поподробнее проговорить. А тут в принципе это же не зависит от количества тестировщиков автоматизаторов и так далее. То есть это в принципе подходит как какому-то допустим два автоматизатора у нас и так далее. То есть мы можем эти метрики собирать внутри вот этой маленькой команды да, либо можем собирать эти метрики по нескольким скрам-командам или возможно мы вообще там не по скраму по agile работаем и у нас отдельная сервисная команда которая занимается разработкой автотестов. То есть тут ну можно как отдельно по какому-то конкретному человеку либо по команде там у нас допустим мы на тех на проекте VTB работаем как сервисная команда там 12 автоматизаторов мы независимо от других команд но мы выделяем допустим у нас выделено три человека работают на вот эту команду рублевых платежей и соответственно у нас метрики собираются вот по нашим рублевым платежам не смотрится конкретно вот Вася сделал столько тест-кейсов там Миша столько нет это вот именно так но вот как я говорил про метрики по коммитам когда я работал в американском проекте там много было ребят из Индии так сказать и видимо менеджмент понимает а там вот реально вводились и мы на ревью смотрели открывали я не помню что за инструмент там был прям такими кругляшками там сколько ты коммитов сделал ну и откровенно можно было увидеть ребят которые просто ничего не делают вот ты смотришь прошел период он там сделал один коммит там два коммита в одном он добавил сто строчек в следующем убавил сто строчек и все и потом когда вот кстати это стало прям заметно когда руководство немножко в компании поменялось пришли также ребята из Индии вот эту штуку прям быстро очень запретили вот прям решением одного человека убрали и все то что там два года у нас использовалось единомоментно прекратили спасибо большое за доклад у меня такой больше идеологический вопрос считаете ли вы ну такую метрику как тестовое покрытие вообще ну стоит ли ее использовать потому что как правило ее сложно посчитать и в большинстве случаев она зависит или от навития тестировщика то есть насколько он хорошо знает этот проект и он знает сколько там определенное количество тест-кейсов ему нужно чтобы было там какое-то приемлемое количество ну этой метрики ну и в большинстве там каких-нибудь статей пишут что тестовое покрытие это уже немного такая ну не устаревшая но просто странная метрика потому что там есть гораздо более крутые метрики которые считают считаются проще и делают более я полюши не вот извините возможно я как-то немножко невнятно это проговорил тут покрытие автотестами покрытие это имеется ввиду именно отношение вот это не затрагивает тест-менеджмент это не матрица трассируемости там или еще что-то вот эти все техники то есть это не к тест дизайнерам или кто пишет именно эти все покрывает это именно то что вот тестировщики написали тест-кейсы да там кто-то тест-менеджер определил что мы вот эти тест-кейсы мы будем автоматизировать и как раз тут покрытие это то что мы запланировали автоматизировать и то что у нас автоматизировано уже это вот так хотя как бы так же на заре когда я пришел в люксофт в этот проект именно хотвайр про который Лена говорила У нас было прямо перед тем, как регрессия у нас стартовала, там на бэкэнде были какие-то инструменты, не знаю точно, которые именно покрытие используемого кода мерили. То есть покрытие реально, сколько, скажем так, функций из тех, которые были написаны, затронуло выполнение наших автотестов. Вот так. Ну вот сейчас мы так вот ничем не пользуемся. Да, да, это вот, скорее всего, от катализма отпало где-то. Так, и еще сразу вопрос, ну, больше реализации. Каким образом обновляются у вас метрики? Может, у вас уже как-то, ну, во время спринта, после того, как там все таскейсы прошли, автоматически обновилась там метрика, там где-нибудь в какой-нибудь базе знаний, и это сразу же отправляется там в ПМ, чтобы он порадовался, что метрики обновились. У вас такого нет? Не, у нас именно мы собираем, раз в суперспринт, да, идет какой-то апдейт, ну, то есть большой документ готовится, там 6 спринтов получается. Соответственно, вот не каждый спринт это что-то куда-то уходит, вики и так далее. Ну, именно на нашей практике, что по суперспринтам. Ну, все, спасибо. Всем привет, меня зовут Ольга, я из компании IBS. Дмитрий, спасибо за доклад. У меня такой вопрос, используете ли вы метрики такие, как насколько тесты поддаются автоматизации? Потому что бывают тесты, которые, их там три штуки, но их автоматизировать, это нужна целая история, там, над ними работает не один спринт, а бывают тесты, которые автоматизировать легко и просто. Бывают тесты, в которых, допустим, три шага, но там миллион данных к ним подгружается, и это опять же будет совсем разное время, может быть, затрачено. Я к тому, что если использовать метрику, сколько всего у вас тест-кейсов в проекте и сколько из них автоматизировано, они могут быть неравнозначными. То есть какие-то веса, коэффициенты, может быть. Спасибо за вопрос. Вот я как раз и обозначал, что мы автоматизируем не все тест-кейсы. И вот как раз покрытие, оно не учитывает все тест-кейсы. То есть, допустим, у нас в системе есть там тысяча тест-кейсов, да? Из них мы пометили, что мы готовы автоматизировать. Это те, которые легко автоматизируемые. В первую очередь мы выбираем, во-первых, такие, и это именно ложится все на команду ручных тестировщиков. Определить то, что там дальше уже это повторно проверку с нашей стороны проходит. Вот, и допустим, у нас всего тысяча тест-кейсов. В планах там автоматизировать из них 800, да? И мы сейчас в настоящий момент там автоматизировали 400. То покрытие у нас 50%. Вот те 200, они у нас не учитываются. Это чисто там какие-то ручные тест-кейсы, которые там используют либо какие-то сторонние сервисы там в банках, которые там процессят что-то и так далее. Мы у нас часто нет возможности прям это заавтоматизировать. Либо нужно какие-то заглушки ставить, да? Что будет нерелевантно результаты давать или еще что-то. То есть есть прям эти тест-кейсы на уровне тест-менеджера заранее определяются, как те, которые у нас в автоматизацию не пойдут. И нет даже смысла там на них вот эту неделю тратить и так далее. Спасибо. Это все заранее приоритизируется. Привет, спасибо. Я все та же Настя, которая не умела в десктоп. У меня теперь вопрос вот с чем связанный. Может быть немножко продолжение вопроса предыдущего. У меня вопрос такой метрики, как количество автотестов, которые мы написали. Она все-таки не всегда показательна, да? Разные тесты требуют разного количества времени. То, что мы написали один тест, а здесь 10 тестов. Скорее всего, этот один тест нам был важнее, потому что мы помимо написали там МОКИ, логику, что-то еще, что-то еще. Как можно вот эту сложность попробовать донести тоже с точки зрения метрик, да? Что мы такое можем считать, чтобы рядом с этим графиком прироста, скажем, количества автотестов, мы могли показывать, что, а вот тут у нас минус, уже там вниз свалилось количество добавленных тестов, зато мы порефакторили много чего, и это ускорит нашу, например, следующую разработку. Что, может быть, у вас есть какие-то советы, да? Как мы можем вот эту сложность автоматизации и задачи, связанные с рефакторингом или ускорением автоматизации, можно преподносить с точки зрения метрик для того, чтобы менеджер тоже понимал, что мы делаем. Но тут, если это прям какие-то разовые штуки, да, то есть это мы все-таки тоже якобы работаем по Agile, хоть и мы сервисная команда, все равно у нас периодически есть синхронизация с менеджером. И тут, если это разовые какие-то, то можно как-то отдельно это доносить, да? В среднем же у нас закон нормального распределения работает и там как-то отдельно мы их не выделяем. А про рефакторинг это у нас все-таки выделено как, ну, то есть мы отдельно, у нас есть, скажем так, тикеты, где мы списываем время на разработку отдельно, на поддержку. И, соответственно, ну, мы понимаем вот этот баланс, да, сколько у нас времени уходит именно на поддержку, адаптацию каких-то именно после переработок. Ну, то есть это отдельно считается, вот. Окей, спасибо. Дмитрий, спасибо за доклад. Меня зовут Николай. Я как раз вот услышал, что вы были разработчиком, поэтому, наверное, вот интересно было бы услышать вот какой ответ. Вообще, когда мы говорим об автотестах, что мы имеем в виду? Вот разработчики, они же пишут тоже свои юнит-тесты. Используются ли вот их результаты в вашем процессе подтверждения качества? И наоборот, вы увлечены ли разработчики в анализ результатов автотестов? Как вот выстроено вот это взаимодействие у вас? Ну, тут могу только по своему опыту говорить. Ну, вот, сколько проектов работал, никогда там результаты и какие-то эти, ну, то есть это две независимых. Пытался, видел попытки, когда, допустим, там, почему мы будем писать тесты на Java? Потому что у нас бэкэнд на Java, и мы там можем что-то как-то делать. Максимально, что использовалось, это какие-то там, не знаю, заглушки или какие-то объекты, которые, ну, там, JSON, которые используются в основном в проекте, да, подтягиваются из проекта разработки. А именно то, что там какие-то юнит-тесты, это все-таки, во-первых, у них цель разная, там, и это мало пересекается совершенно. Ну, по моему опыту и проектов, где я работал, вот. Хотя, когда разработчиком был, я как раз писал юнит-тесты, и там вот помогал опыт именно автоматизации в написании. Здравствуйте еще раз, это Павел, компания BES. Хочу задать такой вопрос. Вот это вот все, что вы рассказали, как бы в идеальной картине, когда есть стратегия, методика, все описали, все пропланировали, вход, выход. А вот если ты работаешь в команде ядра, то есть у тебя уже эти метрики сильно не подходят. Тебе пишут разработчик, ты вопс, сделай вот это. То есть мимо плана, мимо стратегии, вот это все проходит, там, какие метрики надо собирать, чтобы менеджер это видал. А какого плана с запросами на вот это? Нужно вот это доработать, актуализировать у них постоянно. У нас идет три релиза, пять продуктов, к примеру, и там на каждый продукт по 3-4 разработчика, которые актуализируют у них, то есть на один продукт 4-5 лет точно идет. Это именно автоматизация? Это автоматизация тестирования, то есть у нас там три уровня тестирования, это нагрузочное тестирование, функциональное и нефункциональное. Вот функциональное у нас затрагивает там все разработчики, пишут им надо сейчас деплоить. Они не могут выйти с красным отчетом, им там надо скриншоты поменять, локаторы, данные, что-то еще и так далее. Вот это в план у нас все не вписывается, методика это не покроет вообще никак, кроме как это живое общение, это на живую. Там вот какие метрики собирать? Не знаю, сложный для меня вопрос, на самом деле не работал в такой команде, но тут можно что посоветовать? Во-первых, взаимодействие больше именно с менеджером, с тем, кто там оценивает результаты этой работы, чтобы он видел то, что вы делаете, понимал трудозатраты по этому вопросу. Возможно, исходя из вашего опыта, и там обсудить с тем же менеджером, как он хотел бы это видеть, может быть он поможет составить там список каких-то метрик вот этих, которые будут удовлетворять его. Если это нужно для того, чтобы он видел, возможно он уже знает что-то там, нужно с ним говорить и тут только через это, мне кажется. каких-то прям готовых решений не могу сказать прямо сейчас. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!